ребят всем привет у нас пошел дождик наконец-то с нашей машины что-то сдвинулось с места подушки я уже не успеваю убрать но не принципе высохнут быстро достаточно их только вот так вот ребром поставить в общем настроение моё улучшается немножко потом все расскажу и каждую для начала увидеть как темно дождик пошел и сумерки прямо делаю бутерброд и в общем после стресса решила себя побаловать вареная картошка но я решила ее поджарить уже достаточно и делаю такой вот бутерброд это омлет 2 яйца белый хлеб но мало калорийный 40 калорий всего лишь теперь мы берем этот омлетик берем рукой я ручки мыла вот так вот раз омлет я сделала поджарила лук и барга болгарский перец так вот 23 и тунец все это прихлопываем такая вот вкуснотища у нас получилось нужно его быстро съесть я немножко в тостере поджарила чтобы был хрустящий и конечно же я достала вот захотелось не огурчиков и еще остались редким приятного аппетита добусь они надпись спокойствие только спокойствие на кухне висит кстати в нашей ситуации помогает я здесь что-то готовлю например да так глаза поднимаю читаю и успокаиваюсь в общем бусик у меня пошел на поправку муж сегодня подорвался утром значит что он сделал разложил посуду помыл посуду это уже после завтрака осталось там стояли пылесос и бросила он собрал пылесос и всех почистил покажу грозу потом сел машину поехал в банк чтобы сделать реструктуризацию ну как ли льет молния и громко бахнет потоп какой потом поехал сервисный центр узнать насчет своей машине потом вернулся домой выгулял бусика потом поехал в другой сервисный центр перегнал туда машину и такой вежливый что просто я говорю как это так человек может преобразиться за одни сутки но мы переживали в общем не спали сегодня опять все на нервах из-за этих долгов из-за того что простой в работе длинный но ничего уже все нормализуется как будто бы в одной ремонтной мастерской они уже доделали все он перегнал в другой вот ждем до завтра дай бог чтобы все сделали зато мне не придется поливать и народ где бусянька-то мальчик он покушанный и ушка у него получше он смотрит на игрушку кто по ему бросил игрушечку да давай мама тебе бросить я иду у меня там есть еще работа я своих отправила гулять там дождик прекратился ну так еще капает надела на бузику плащик муж вчера и сегодня вернее извинялся так утром я села пить кофе он ко мне подходит хочет обнять поцеловать я так буркнула отойдет меня а он ну извини извини я вчера так себя недостойно вел и сегодня он все делает что я не попрошу ну вот свои дела там порешал и вот собакой пошел хотя тоже сегодня не спал а я сейчас чем занимаюсь у меня еще там до стирка после отпуска сумки уже там гостируются и всякие тряпочки я вот что делаю мне нужно переработать клубнику вот нарезала достала ванильный ванильной сенсу это у меня поэтому меня сахар я думала что это у меня этот самый может как-то называется а где она есть боже корица забыла как называется цинамон по-английски сейчас туда-сюда добавлю потому что творог любит корицу и вот я сделала творог тоже нужно его использовать вот такой вот ты домашний творог вот такой у меня осталось тесто вот такой вот слоеное бог знает когда его купила его нужно сейчас тоже использовать две банки такого теста вот такой вот это у меня фарш нужно переработать это тоже тесто она вывалилась уже из банки но я понюхала но нормальная это у меня креветки и пожалуй все так что у меня куча работ еще берем этот творожок тоже чтобы не забыть чтобы продукты не портились и не выбрасывать их берем доску качалку будем экспериментировать там еще больше из доска для теста я ты был гулял скажи где ты был зайчик что ты там делал как каллесил и какал много нюхал и много копал молодец в этом лапке чистые тряпочки будем мыть лапочки теплая водичка дождик идет моросящий такой я даже зонт не открывал яйчик маленький грибочек так вот это тряпки тоже нужно разобрать мне и сумки в машину нужно покласть стирано чем показываю свой позорный шедевр короче так она мучилась вот это тесто вообще было очень тугое я уже сделать так форме вареников потом решила вот такие вот корзинки это вообще черти как завернула самое смешное что-то эта бумага не для выпекания я думала что для выпекания оказывается для заморозки здесь инструкция как замораживать и что замораживать вот можно заморозить на колбасу рыбу свинину все что хочешь представляете я уже плюнула думаю ничего она как бы лощеная буду не выпекать в общем ставлю на 15 минут посмотрим что получится у меня уже муж приходил на разведку а я все еще лепила он думал что это так просто делается надо наверное бумагу обрезать чтобы она еще не загорелась там что музыка там на балконе как все-таки классно иметь вот такой вот просторная party или дэк или балкон как-то правильно назвать там соседка она тоже поняла что это приятно находиться на свежем воздухе я все время или на здесь вот бэк ярд либо на дэке как здесь называют там на балконе сижу она там готовит включает музыку и так себе дышит воздухом наслаждается жизнью вот в такой вот красоте а там сейчас в кустах я думаю боже мой что это прошло рыжая с коротким хвостом но это олени бродят там вот там вот в кустах и свежий воздух дождь прошел такой кайфу господи я так этот дом полюбила честно говоря раньше мы все время думали как его продать какой купить сейчас уже знаете силы время вложены деньги в этот дом старания усилия и он уже такой родной несмотря на то что это провинция но по моему здесь очень красиво у нас место хотя и земли немного но все равно там что-то растет такое по мелочи с другой стороны если например много земли очень за ней же нужно ухаживать все требует труда большого конечно у нас там мексиканцы икур держали но нас здесь лисы ходят ну нам и так нормально ой как хорошо там у нас машины у нас же бессонные ночи мы несколько видео этому посетили и до отъезда в отпуске после отъезда уже надеялись приедем муж сядет за руль поедет зарабатывать потому что вложили в ремонт огромные деньги приехали и сюрприз да муж поехал поработал три дня я поработал да и у меня начало там какие-то проблемы первая проблема то что началось что-то курчать бурчать и под нищу что-то бить железный стулку с грохот такой под нищу во время движения мы об этом говорили да я долго думал что это может быть у меня было подозрение на то что это конвертер неправильно работает у нас паника была мы думали скажут плати еще плати какая-то там жидкость якобы вытекала это другой вопрос короче я загнал машину и поговорил с ними ребята что-то не так что-то не так и все но они поставили ее на это самое посадили механиков они там прокатились они определили неисправность оказалось что соединение двигателя с этой всей системой выхлопных газов было не зажата до конца и не давала зажать до конца потому что двигатель был немножко под другим углом до этого я успел поменять подушки двигателя переднюю и заднюю теперь она дает возможность мягче это все делать они взяли ослабили подушки приподняли двигатель соединили все зажали наглухо и поставили опять закрепили подушки сейчас никакого звука нет я уже сегодня ездил на этой машине ничего не гремит не бурчит не рычит все хорошо работает дай бог дай бог но они одновременно сказали что у тебя подтекает трансмиссионная жидкость потому что весь она пыскается вниз куда-то на пол пока я еду она по воздуху но она там сзади через выхлопную трубу идет там и короче у меня все задняя дверь все стекло я когда приехал в аэропорт вот в один из этих трех дней приехал в аэропорт и начал открывать крышку багажник сзади я смотрю у меня какой-то как в каком-то масле в каком-то каком-то жирном чем-то таком я не понял сразу ну чемоданы людям отдал взял салфетку руки вытер поспреил этот самый свой хэнд санитаза чтоб этого жира не было чтоб на руле не оставалось ничего и начал даже думать откуда что может быть ну они мне подсказали что у тебя разбрызгивается вот это вот трансмиссионная флюид этот трансмиссионная жидкость сегодня я утром заехал к этим механиком которые говорят что которые делали мне трансмиссию чем с одной мастерской в другую я сегодня переезжал с одной в другую ну слава богу они там рядом находятся что через дорогу меня хотя бы муж не дергал сам справился мне надо было просто я оставил эту твою машину оставил на паркинге он возле dodge караван dodge фредерик стейшн этой переехал на той машине оставил им машину и ключи три минуты по дороге прошелся сел назад твою машину и приехал домой все и что там сказали насчет этой трансмиссии завтра сказали сделаю я сказал мне надо чтобы вы все закрепили потому что вред три дня поездил скорее всего что она там где-то что-то отошло он видит обычное явление обычном то есть ничего страшно потом вы добавили обязательно трансмиссионной жидкости потому что если она выплыскивалась уровень стал ниже норму надо это конечно это само собой разумеющийся я говорю как долго это водится но пообещают себя начать завтра они начинаются 8 ну 8 9 пока раскачаются может что-то у них там будет стоять самое главное что все это они доделывают бесплатно до должны сделать все бесплатно потому что это их работа они же уже свои деньги получили чем у нас вчера мы так уже устали от этого всего так перенервничали не спали по ночам что же вчера так разругали что собирались разводиться ну это у нас обычное явление мы с тобой 10 раз разводимся 20 раз миримся ну типа того короче все завтра дай боже хоть куда перекрещусь и чтоб завтра уже можно было сесть и ехать на работу ну да ничего как-то выживем господи помоги нам таймер орал я пришла посмотреть на 15 минут выставляла ну что у нас тут получается кстати очень даже красиво получается но надо еще подождать надо было сразу делать такие корзинки ягодные вот я дурная так таймер еще 10 минут наверное нужно перевернуть это все потому что с этой стороны оно такое уже красивенькое с другой стороны вообще блядое 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 что вот такое вот получилось сейчас оно остынет и я притушу сахарной пудрой конечно это выглядит не очень эстетично но я надеюсь что мы это съедим я надеюсь что это будет все таки вкусно на завтрак почему бы нет и сейчас я еще хочу мне сегодня такой вот день выпечки так что сейчас еще что-нибудь придумать дело в том что у меня осталось еще одна такая коробка стек с тестом где на там боже мой где она а вот она вот и наверное сейчас из этого фарша мужу сочиню чебуреки так что берем его нужно использовать она уже давно стоит боже я бы так уже хотела отдохнуть от всего полежать выспаться выйти прямой эфир привести себя в порядок но всегда нужно выбирать что сделать в первую очередь так что делать много времени было потрачено на то что я мужа возила потому что такси это дорого что раскатала вот такие вот лепюхи и у меня остался фарш вот эта вот часть пойдет мужу перец специи много лука немножко водички а вот эта часть пойдет бусику на тефтельки не знаю три сковороды поставила на двух буду выпекать а здесь бусику в общем хочу уже совсем этим закончить это конечно не полезная еда это типа чебуреков что-то такое будет мне просто нужно это использовать я тут не вымахиваю с кулинарными своими способностями как есть так есть вот я считаю что продукты выбрасывать грех вот например вот это вот тесто она уже очень давно лежала я его еле раскатала потому что взорвался этот эта коробка взорвалась упаковка и она подсохла все равно я его использовала и мы сейчас будем пробовать и но почти уже остыла общем тесто не знала я как она работает горит моментально но заниматься вот этим всем где моя значит заниматься вот таким образом с уже готовым тестом очень удобно ничего не нужно лепить просто буду узнать следующий раз это не полезная еда еще раз говорю но я это часто не делаю они такие прям рассыпаются видите какое воздушное тесто нужно аккуратненько это достать а там бусику фарш говяжий натуральный ну не знаю конечно это очень жирное тесто муж взял один на пробу здесь еще допекается надеюсь фарш прожарился и бускина тоже уже стрепня готова это бусик там гавкает на грозу у нас опять начался дождик что малыш да ты там разбираешься гром и молния там гром и молния потому что кто в доме хозяин а дождя еще нет просто гремит вот так то такой интересный головку наклоняет слушает кто там такой маленький твой потешник какой к сожалению здесь на подушечках не посидишь хотя можно открыть зонт если небольшой дождик и спокойно здесь сидите монтировать видео мы посмотрим может сейчас опять как польют в общем я один попробовала вареник вот это вот сухое как слоеное тесто очень вкусно знаете как бабушкины такие вареники только печеные а вот эти булочки но не чуть помягче должны быть но я думаю что сидим очень вкусно главное не форма главное что с любовью приготовлено приятного аппетита я просто жую пусть у вас все будет хорошо понимаю что не культурно и даже замечательно подписывайтесь не жалейте лайки увидимся всем пока